Слушай, вот к нашему вебинару, который начнётся. Это онлайн-школа для развития изобретательского мышления. Ну там даты вы посмотрите, там всё уже объявлено. Чтобы человек мог любой вопрос, который он решает в условиях жёстких временных ограничений, мог найти неординарные ответы. Вот я к этому вебинару рисую вот эту картину. И вот сейчас я такой заросший, заросший такой, и мне мой помощник, не буду говорить кто, говорит, слушай, я так умею стричь, давай я тебя постригу. Боишься? Я говорю, да нет, я не боюсь, я в конце концов скажу, вот она или он меня постриг, да и будет смешно. Вот сейчас я вспомнил один случай, очень такой новеллы, очень подходящий к данному моменту. Один случай. Когда я был после курса медицинского института, я ходил иглотерапией, занимался, я всем помогал и так далее. Меня попросили, там одна девочка попросила, её дядя там без ноги, у неё гангрена там была, ампутировали, я его лечил, диабет у него был, я ходил к нему. Но все его оставили, а я ходил как студент после института, весь такой добрый, всем помогал и ходил к нему. Поэтому в конечном счёте я его лечил, 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 и даже я ему уже таскал в уголь, там в сарае и так далее. И в конечном счёте он мне говорит, дай я тебя постригу. А я говорю, а что это вы меня постриживаете? Он говорит, ты не знаешь, кто я был. А сейчас я объясню, почему я про изобретателей. Я говорю, а кто вы были? Он говорит, я был, говорит, парикмахером в Тбилиси. А он старый человек уже. Я говорю, а что тут, ну ты не представляешь, что такое парикмахер в Тбилиси? Ну, я так представил себе, что он такой там почётный человек. И он говорит, давайте постригу. Короче говоря, я отдался, понимаете, лучше бы я не давался, потому что он меня так подстриг, причём старой машинкой. Он где-то там достал из-под пола. Стрих, стрих меня и так, один лесок здесь, один здесь. Короче, я потом месяц не могу ходить на улицу нормально, стеснялся. Но дело не в этом. Он мне другое подарил. Он мне подарил на всю жизнь удивительную вещь. Он говорит, видишь, вот у меня журнал, показывает, там Пушкин. Вижу. Я, говорит, я научу одну вещь. Смотри, говорит, за моими глазами. Я смотрю его глаза. Ну, вот так глаза. И он смотрит на глаза Пушкина, на портрете журнала. И вдруг я смотрю, у него глаза так. Раз. И стали параллельными. Он говорит, если ты научишься так делать, ты решишь любой вопрос. Фантастика. Я научу, как это делать. Потом я только понял, какой драгоценный подарок на всю жизнь он мне сделал. Обязательно на этом вебинаре расскажу, что это такое. Установить параллельный взгляд. Это значит расширить объем сознания. Потому что, когда мы так сосредоточены, мы вот там, в этой скорлупке, я могу там рисовать, рисовать. Не вижу я вот эти окрестностей. И поэтому мне надо отходить и смотреть на картину. Отходить и видеть, да? Иначе я вот эта часть, я в нем, как в целом. А вот это целое не корректирует этой части. Нет гармонии. И вот когда ты решаешь какой-то вопрос, тебе надо отходить от картины мира. Я вам скажу, как отходить. Как отходить. И это оказывается бывает именно в тот момент. Ну, ладно, ладно, там вы видите. Да, смотрите ссылку в описании. Смотрите ссылку в описании, как мне подсказывают. Там все написано. До встречи.